В Анастасиевском сельском поселении прошла расширенная сессия совета, на которой глава администрации отчитался о проделанной работе. Какую оценку дали депутаты и жители деятельности поселковой администрации по итогам 2020 года, смотрите в следующем материале выпуска. Анастасиевское сельское поселение – одно из самых крупных в районе. Здесь проживает более 11 тысяч человек. В местную казну в прошлом году удалось собрать около 85 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом собственные доходы увеличились на более чем 10 миллионов. Значительную часть средств привлекли благодаря участию в краевых программах. Основные статьи расходов – благоустройство, ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство. Обо всем, что было сделано в поселении в 2020 году и планах на год текущий, рассказал жителям глава местной администрации Александр Семко. Благоустройство, безопасность дорожных движений. На выполнение законодательных мероприятий в данной основной указки в 2020 году за расходом 35 миллионов 839 тысяч рублей. В рамках реализации мероприятий госпрограммы Казнарского края, развития сети от обмена дорог Казнарского края, выполнено ремонт дорожного покрытия на 10 объектах протяженностью 5 километров 159 метров на сумму 20 миллионов 2026 тысяч рублей. В том числе за счет средств краевого бюджета на сумму 19 миллионов 629 тысяч рублей. Сами анастасиевцы активно участвуют в благоустройстве своей малой родины. Возникающие проблемные вопросы решает в тесном сотрудничестве с сельской администрацией. Такой подход позволяет работать более эффективно и выполнять наказы населения своевременно. В прошлом году продолжилось взаимодействие администрации поселения и наших жителей по ремонту щелёночных дорог. Щелень был завезен в объеме 2958 кубических метров на сумму 1 миллион 256 тысяч рублей. Расходы жителей Саневской кудров на оплату за доставку материала составили более 900 тысяч рублей. Поражая огромную благодарность нашим землякам за помощь и понимание решений данного вопроса. Особые слова благодарности были сказаны в адрес предпринимателей, оказывающих поддержку, а также квартальным, которые являются посредниками между властью и населением. И во многом благодаря их заинтересованности и умению убеждать решались многие вопросы. Особую благодарность заслужили наши первые помощники, администраторы общественного центра по работе с населением по месту жительства за отечественное взаимодействие с ослуженной администрацией и нашими жителями. Решением совета поселения по итогам 2020 года лучшим ТОСом признан ТОС номер 6, где председателем является Любовь Николая Новонкова. Пожалуйста, Ваши аплодисменты. Совсем недавно предъявлены итоги по району и очень приятно, что ТОС номер 6 занял почетное второе место среди ТОСов всего Саневского района. В планах на год текущий продолжить работы по благоустройству Анастасиевской. Поселения планируют участвовать в пяти краевых и федеральных программах с привлечением 66 миллионов рублей. За эти средства будут отремонтированы более пяти километров дорог и тротуаров. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2021 году будут выполнены работы по благоустройству территории общего пользования «Парк Станичный». Для участия в государственной программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» совместно администрации, поселения, управлениями строительства и культуры. Проводится подготовка заявки на выполнение работ по проектированию строительства сельского клуба в хуторе Ханькове на 142 посадочных места. Глава района Роман Сенеговский, присутствовавший на расширенной сессии, отметил хорошую работу сельской администрации и высокий уровень доверия населения местной власти. Только благодаря инициативному главе поселения и тесному сотрудничеству с жителями и удается достигать таких хороших результатов. Ну, Александр Юрьевич, опытный глава администрации, много проработал, человек очень беспокойный, очень активный. Выслышали из доклада, что много делается. Поселения участвуют во всех программах, которые на сегодняшний день есть. Мне приятно, что я услышал, что в этом году вы участвуете в программе комплексного развития сельских территорий. Я хочу вам сказать, что немногие сельские поселения у нас участвуют в этой программе. По-моему, это Анастасийская и Петровская. Вы участвуете в программе «Комфортная городская среда». Тоже не все поселения, у нас, по-моему, пять поселений в этом году только участвуют в этой программе. Если вам удастся по краевой программе построить вместе с вами клуб «Кудариханьков», то мы будем первопроходцами в этом вопросе, потому что на сегодняшний день краевая программа, я думаю, на нашем примере, должна начинать работать, чтобы новые клубы строились. Также Роман Синеговский доложил об основных итогах социально-экономического развития района в минувшем году. В конце встречи жители смогли задать интересующие их вопросы. Анастасиевцы волновали вопрос организации безопасности дорожного движения около учебных учреждений, оказания медицинской помощи, проведения интернета в малые населенные пункты. Все поступившие обращения взяты на контроль для дальнейшего решения. В целом, житель Анастасиевской положительно оценивает происходящие изменения в поселении. Жителям Анастасиевской повезло с командой главы, потому что в первую очередь все его действия и действия его команды направлены на то, чтобы сделать жизнь земляков лучше, комфортнее. У нас самые отзывчивые жители, они всегда идут навстречу местной власти в решении абсолютно любых вопросов. На сессии были подведены итоги прошедшего года, который оказался достаточно сложным и экономически, и в плане физического здоровья, но, с другой стороны, этот год сплотил наших жителей. Получилось воплотить задуманное в жизнь. Конечно, еще очень много не сделано, но перспектива видна. Будем работать в этом направлении, будем помогать главе. Присутствовала на сессии сегодня, расширенной сессии. Прозвучали доклады Симфо Александра Григорьевича, нашего главы. Очень полный доклад, в котором прозвучало все, что было сделано за этот год. Жители очень любят нашего главу. Говорят о том, что станица процветает. Многие станицы приехали и живут здесь уже 10 лет, 15 лет. Никто не хочет уезжать. Они говорят о том, что в станице хорошо, радостно, красиво, в станице много цветов, люди хорошие. Вот это и есть, наверное, оценка работы главы, когда люди идут навстречу всем его пожеланиям и помогают ему во всех его делах. Были вопросы на сессии, задавались вопросы, но все эти вопросы решаемые. И приятно, что выслушивают людей. По окончании сессии депутаты Анастасиевского совета приняли решение работу главы поселковой администрации признать удовлетворительной. Анна Моносленко, Георгий Калинин, программа «События».